Приветствую вас, Снежана. Ситуация ваша непростая. Непростая ваша ситуация тем, наверное, что в ней достаточно много противоречий. Ситуация ваша. И, конечно, я хотел бы пояснить вам, что это за противоречия. Ну, из самых очевидных противоречий, это то, что вы говорите про единоразовую, единоразовую, скажем так, отступание, да? То есть вы говорите, что я, ну, один раз отступил. Хотя речь идет о том, что вы, в общем-то, неоднократно взаимодействовали со своим любовником. То есть, нет, моей целью не стоит вас, вас именно обвинить в чем-то. Вот. Вот. Моя цель, скорее, в том, чтобы вы могли бы, может быть, лучше понять себя в этой ситуации. Понимаете? Какая штука. Потому что... Это противоречия. Те вот, те вещи, о которых вы, к сожалению, говорите, это противоречия. И, на мой взгляд, это, ну, довольно серьезная проблема. Вот. Довольно серьезная проблема, что вы, ом, продворечите себе. Вот. Не имеете такой, вот, четкой, скажем, скажем, скажем так, четкой позиции. Вот. По, ну, по данному вопросу. Вот. И, в первую очередь, разобраться нужно, наверное, с этим. Эээ... Именно с этим. Какая у меня позиция ко всему этому? Как я ко всему этому отношусь? что я думаю об Афганет. Вот. И так далее. Это, наверное, первое. Второе. Почему? 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 Я не хочу, чтобы эти отношения заканчивались. Ведь сама же, сама же, я сама говорю о том, что у них, ну, не всё гладко. То есть в отношениях не всё гладко, но заканчивают их я не хочу. Вот. Это не то, чтобы странно. Как поймите правильно. Это не то, чтобы странно. Это просто противоречиво. И если это противоречиво, то это, ну, вы не можете, не можете просто на это опираться. Понимаете? Какой момент. Вот. Если вы были, значит, с любовником, если вы встречались с любовником, если вы встречались с любовником, ну, на протяжении ни одного количества времени, вот, что совершенно очевидно, то это не было таким вот единоразовым, ну, отступаемым. Это была позиция. Это была разная позиция. И, в общем-то, в общем и целом, если бы, если бы, эм, любовник не рассказал, бы, эм, о том, ну, вот, эм, если бы любовник не рассказал, эм, вашему мужчину, о том, что произошло, то, рассказали бы вы, вы, рассказали бы вы ему. В таком, в таком случае. Ну, вот, мне почему-то, кажется, что нет. Сейчас, но у меня здесь такое. Так же, я бы сказал, я бы сказал, не обвинялся. Вот. Я не, там, считаю, что вы, да, ну, что вы должны обязательно, или что-то вот так вот. Просто хотелось бы, чтобы вы были искренними. Вот. Хотелось бы, чтобы вы были искренними, ну, наверное, в первую очередь, сами с собой. Вот. Вы говорите, что не хотите терять, эм, отношения. Не хотите, не хотите терять отношения. Но, при этом вы, эм, изменяете, эм, молодому человеку. Вот. И изменяете молодому человеку, ну, неоднократно. Ещё раз, я не хочу вас обвинить, но хочу понять, как одно связано, действительно, с другим, с другими. По крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, для вас. Как это связано? И связано, вообще. Вообще. Это очень важно. Дальше. Молодому человеку нужно время. А, время, чтобы... Как-то, 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 самому это всё прожить. Самому это всё пережить. Вот. То есть, эм, бывают такие моменты, когда, человека лучше, наверное, не трогать. Вот. Ну, вполне может быть, что, ваша история, это, как раз, вот, тот самый случай, когда трогать молодого человека, не нужно. Нужно просто дать ему время, дать ему возможность пережить эту самому. Хотя, безусловно, вам, наверное, наверное, будет казаться, что вы его потеряете и всякое-всякое такое. Но, если вы будете на него давить, то вы можете гораздо более, эм, гораздо более точно его потерять. Потому что, эм, неизвестно, как, как он воспримет сейчас то, что вы ему скажете. Вот. Поэтому, не надо, не надо лучше молодого человека себя встречать. Трогать. Вот. Эм, дайте ему возможность побыть наедине с собой. Эм, это время, которое, которое, вот, у вас будет, да. На это время вы можете потратить на то, чтобы лучше разобраться себе, например. Чтобы лучше понять себя, например. И, для, для, для возможного, будущего, будущего, ваших отношений. Это зайдёт только, лишь, на пользу. На пользу вам, на пользу, вашим, вы на действием, мужчинам. Вот. 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 Примерно. Так, я думаю. Можно вам ответить на вопрос, который вы бы даёте. Я отдаю себе, конечно, отсёт, что этого, вероятно, мало, и что вы хотели бы больше, но на данный момент это так. Дальше. Вы говорите о том, что, эээ, в ваших отношениях было не всё гладко. Я понимаю это. Но, что именно было не гладко? Что именно, эээ, было не гладко, что именно было не так? Ведь, эээ, вы её изменяли, изменяли неоднократно. Ещё раз повторю. Моей, моей целью, не стоит, здесь, обвинять вас в чём-либо. Но, моей целью, является, с помощью вам. Чтобы вам помочь, мне необходимо больше, больше информации о том, что происходит, что происходило между вами и вашим молодым человеком. Ну что, эээ, даже если, даже, даже если, эээ, человек вернётся к вам, даже если, то всё равно, нерешённые проблемы, если они остались, нерешённые проблемы, всё равно, будут иметь место быть. Могут иметь место быть. Занесённые проблемы. Ваши занесённые проблемы. Ну и давайте, всё равно, всё равно, как или иначе. И, если молодой человек, уйдёт, ещё раз, допустим, то, вернуть его, уже, будет сложно. А если честно, то, практически, невозможно. Поэтому, я, очень, настоятельно, рекомендую, рекомендую, вам, рассмотреть, то, как, вся эта, ситуация, происходила. Очень рекомендую вам, рассмотреть, то, как вы пришли, к этой ситуации, то, как вы, оказались в ней, то, как, вы, пришли к тому, чтобы, например, молодому человеку, из меня, и, к тому, что, на, допустим, данный момент, вы, хотите, вновь быть с ним. Понимаете? Так. Дальше. А, я хочу, обратить ваше внимание, на то, что, вы, а, чувствуете вину. И страх. Усповедини, за что, вы чувствуете, за что, вы чувствуете, вы ощущаете, вину. Это, мне, кажется, тоже, очень, таким, важным моментом. Да? Самое слово. Сейчас, получается, что вы, просто, а, а, виноватите себя, за, собственную, неудовлетворенную. Ну, ничего хорошего, из этого не получится, потому что, подавляя свои желания, и обоценивая их, свои желания, вы, это делаете себе, хорошо. Вряд. Если честно, то, скорее всего, совсем, не делаете себе, в общем, от слова, совсем. Вот. Поэтому, я очень рекомендую вам, в этой ситуации, тут, тоже, обратить внимание, на, себя. Или, спросить, ну, хорошо, ну, собственно, почему я себя, виню. Да? За что я себя виню? Что я считаю, должно было, что я считаю, было неправильно. Да? Например. потому что, ну, вот, вы, вы, вы считали, что, какие-то вещи, неправильные. Ну, какие-то вещи, неправильные. Вот. И, в итоге, все это привело, самое что, произошло измены. И, кто знает, может быть, если бы вы в себя не винователи лишний раз, ничего бы нет, вот, ну, я, конечно, не знаю, я, конечно, не могу быть в этом наверняка уверен на сто процентов, но мне кажется, что как минимум, обратить внимание на это сто, сто, потому что это живые, вот, то, что вы делаете, потому что здесь вы вины, это обесценивание, обесценивание вам только вредит. Дальше, я испытываю некий страх, если бы я не знаю, что он думает о поступке, ну, о моём поступке, да, о вашём поступке. Смотрите, вас волнует то, что думает он, но так ли это изменициал важно, так ли важно то, что думает он, может быть важно то, что думаете вы по поводу своего поступка, может быть важно то, что считаете вы, может быть важно это, потому что молодой человек может думать то, что угодно, молодой человек думает только то, что у него есть, молодой человек может думать только о том, точнее только исходя из той информации, которая у него имеется, но этого, давайте скажем на чистоту, этого мало, понимаете, очень мало, этой информации очень мало, поэтому важно, что думаете вы, а не то, что думает он. И важно, что вы донесли молодому человеку этот момент, да, вот, что вы донесли молодому человеку то, что вы думаете свою правительство, не чью-то ещё, а вы, получается, опираетесь на него, да, то есть не на себя, а на него, это ладно. Ну вот, соответственно, это, на мой взгляд, тоже очень важный момент, почему я опираюсь на другого человека в том, что, напрямую касается меня, почему я опираюсь на другого человека в том, что, допустим, ну, допустим, сделал я, да, вот, почему я хочу опираться на кого-то, почему мне важно то, что думает другой человек. Понятно, нет, понятно, понятно, что вы можете бояться его потерять, это понятно, но отраться-то вам в любом случае нужно на себя, не на, не на него, а на себя. Кто знает, может быть, именно, потому что вы опираетесь на него, а на себя, и существует ваша проблема, такой, какая она есть, я имею ввиду, вот. То есть, ваш страх притекает из-за невозможности опереться на себя, но нужно разобраться с тем, а почему вы не можете на себя опереться, что мешает вам это сделать. Вот, когда и если вы с этим разберетесь, когда и если вы с этим разберетесь, я думаю, что ситуация будет улучшена, ну, она точно пойдет на лучшее улучшение. В общем, так, как не убедить дать еще один шанс? Ну, это не самая позитивная позиция, пытаться вам убедить кого-то дать вам шанс, потому что это может очень быстро, очень быстро вас дискредитировать. То есть, молодой же человек очень легко может почистить свою власть нормальной и воспользоваться ею так, как он этого захочет. Ну, мне не кажется просто, что это хорошая идея. Для нас, вот, поэтому я думаю, что убеждать никого, никого не надо. Вот, а что надо, что надо, так это, опять же, разбираться, разбираться в себе. И надо смотреть, почему именно, именно я поступила так, как поступила. не с точки зрения обвинения, но с точки зрения исследования. И если молодой человек для вас так, так важен, то что не его ли важность с другой стороны и мотивировал вас на, на измену. Еще раз, а, еще раз, то что хочу сказать, что я не преследую целью, не преследую целью вас, эм, обвинять. В какой-то степени. А, мне это не нужно. Но, разобраться в том, что вы говорите, на мой взгляд, вполне важно. Здраво. В этом все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.